И все, привет, ребят, с вами Строник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, как вы знаете, у нас в игре произошли определенного рода обновления и изменения в балансе, и эти изменения в балансе коснулись непосредственно той самой пушечки, по которой в последнее время я записывал мало видеороликов, я не обращал на нее особо сильно внимания, единственное, записывал, наверное, один видос в течение прошлого, наверное, месяца, может даже еще позже, вернее, раньше, но тогда эта пушка ушла из мод, сейчас она возвращается, возвращается с очень интересным обновлением, и речь сегодня пойдет, конечно же, не о Страйкере, а о рельсе, о той самой пушке, которая изменилась и изменилась в лучшую сторону, критический урон после крит-выстрела стал, вместо 10%, стал 50%, это очень жестко, и сегодня на обзоре будет устройство, которое называется дестабилизация снаряда, то самое устройство, которое либо наносит очень мало урона, либо наносит очень много, если раньше это устройство было не совсем актуально для матчмейкинга, да, я еще говорю про то время, когда не было критических уронов, а когда просто рельса выдавала то там 900, то 1500, то 2000, то 3000, да, и там шанс маленького урона был большой, да, то есть, ну, бывало, когда она давала хороший урон. Потом же это устройство поменяли в том роде то, что либо она дает очень мало, либо она дает с крита стабильный большой урон. И сейчас, когда у нас повысили шанс критического урона после крита, и эта рельса может наносить 2, а то и 3 выстрела подряд с критом, оно возвращается, возвращается сама пушка, и сегодня я еще не играл, я лишь знаю то, что оно будет нагибать, и наша задача сегодня лишь посмотреть, насколько жестко будет нагибать эта пушка с этим устройством. Возможно, в дальнейшем я протестирую и другие устройства, мы берем викинга рельсу, мы берем, конечно же, дрон-бустер, бустера у нас тоже немножко занерфили, но я бы сказал, что этот нерв не так сильно сказался, наверное, на том пассивном уже дроне, но я могу уже полноценно сказать, что это пассивный, потому что ты просто прожимаешь ддшку, и у тебя повышается урон, да, то есть, ты ничего такого сверхъестественного не делаешь, это не старая ддшка бустера, где тебе надо было ловить тайминг, чтобы наносить за 3 секунды повышенный урон. Сейчас же просто прожал дд, и на протяжении всего времени у тебя просто повышенный урон с этим дроном. Ну и понятное дело, что у нас сейчас в игре песочница Танков Икс, да, песочница обновленная в супер красивой графике, да, которую я оценил по 10-бальной шкале на семерочку, да, хорошая работа от разработчиков, как ни странно, у меня нет никаких проблем, нет никаких лагов, я не видел никаких багов, за исключением того, что я увидел сегодня на стриме пару читеров, да, не удивляйтесь, я увидел читеров, реально, и я офигел от того, что читы у нас еще существуют, и они есть на HTML, надеюсь, что их пофиксит в ближайшее время, но сегодня у нас речь, конечно же, не об этом, а речь о викинга рейсе, которая вот так вот будет ваншоты давать, вот так вот она будет давать ваншоты. Почему именно викинг, почему не какой-то другой корпус? Я думаю, что, ну, с одной стороны, и так всем все понятно, да, с другой стороны, можно было бы, конечно, там брать какого-нибудь диктатора, можно было брать хоречка, но я хочу, чтобы у нас прям вот хороший урончик залетал, и этот урончик был стабильный, жесткий, нагибаторский, и я мог в один тайминг с хорошим уроном нанести большое количество демеджа по оппоненту. Нет, сыграем мы ТДМочку, да, и также я думаю, что сегодня еще сыграем какую-нибудь, ну, чисто катку в обычном матчмейкинге, да, то есть здесь уже такой боечек меня закинуло, ну, не совсем прям крутой, я вот думаю, что какой-нибудь там контроль точек был бы очень даже кстати. Пока что я увидел только одну качественную рельсу, это была самая первая, с повышенным уроном и с критом, больше пока что я таких жестких выстрелов не вижу, вижу против Крусейдера, который, ой, Крусейдер, говорю, Паладина, который жестко меня контрит, и я, в принципе, из-за него, наверное, даже и тут ничего особо не смогу сделать, но наша задача постараться дать как можно больше киллов в этой катке, да, пока что, ну, вы видите, да, что происходит, мне просто паладин кошмарит на Тесле без шансов. И желательно, 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 конечно же, конечно же, понять, насколько часто у меня будет вылетать этот критический урон. Можно также играть с тем же скаутом, можно играть и с другими устройствами, потому что, по сути, критический урон повысился на всех устройствах, да, то есть на самой пушке, соответственно, без разницы, что вы будете использовать. Главное, чтобы, ну, против не было таких жестких типов, которые могут вас контрить, и вы против них ничего особо сделать не сможете. Главное, контролировать свой вот этот вот замечательный крит, и стараться за счет него накидывать как можно больше дамеджа по оппоненту. Ну, и желательно, конечно, чтобы этот крит был тоже в нужный танк, да, то есть можно его так просто от балды накидывать, да, и там где-то не ваншотать, где-то он не будет достигать нужной цели. Ну, и, если честно, пока что как-то, ну, мне, я бы не сказал, что особо везет с критами, но сейчас вторая подряд будет, да, вторая подряд есть с критом, но это хорошо. Это хорошо, когда вторая подряд с критом, прожимаем овердрайв, смотрим, что здесь будет у нас по урону. А, здесь каждая рельса, что ли, с критом будет? Офигеть, подряд, нет, это у меня просто халява было, три или четыре подряд было рельсы с критическим уроном, нифига себе, это жестко, это жестко. Но, может быть, это не совсем показательный будет бой, да, плюс я уже запикался, когда я летел, это, конечно, не совсем такая хорошая отмазка, но, по большей части, наверное, я скажу, что здесь паладин очень дико доминирует, и против него что-то противопоставить очень сложно. Но больше всего, что мне нравится, это то, что ваншот по любому хорьку, по любому хопперу, то есть по любым легким танкам залетает ваншот. Три подряд критических рельсов, три подряд. Вы хотите сказать, что раньше такое было на дестабилизации? Такого не было. Такого просто с ней не было. Вы просто смотрите подряд! Эти криты и залетают! Это как будто так и должно быть. Просто каждая рельса ваншот. Это что вообще? Это что вообще такое? Офигеть! Еще будет? Я не попал. Сейчас посмотрим. Следующий тоже будет крит? О, нет, следующий не крит. А вот это будет крит, да? Да, это крит. А следующая? Следующий тоже скритов? Нет, следующий без крита. А сейчас? Сейчас критов, да? Офигеть! Через одну стабильный крит. Еще и может быть вообще подряд крит. Крит подряд. Без крита, без крита, без крита, без крита, без крита, Четыре или четыре без крита! Окей, 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 окей. Я думал, тут вообще такого не может быть. Три или четыре без крита подряд, но это, наверное, из-за того, что я овер прожал. Фиг его знает. Так, без крита. С критом Дальше Что дальше покажет Дальше еще крит Дальше Не попал Ну я думаю что сейчас мы ЦП сможем дать очень много киллов Я уже чувствую Вот главное мне поймать тайминг Чтобы В момент когда я буду Проджимать овердрайв Было поле зрения очень много оппонента Я думаю что можно столько накидать С этой рельсы 17 киллов просто даже можете Голову не брать эту катку Можете даже не брать ее в голову Просто зашли на песочек Как говорится я и так Играю на нем на стриме Я уже даже не хочу особо на видос Ничего говорить просто скажу что мне понравилось Хорошая карта и голды сыпят Очень жестко Можно ловить, фармить Супер, просто супер Надеюсь что на каких то Более жестких ивентах Что то подобное тоже у нас будет в игре Потому что Как Эксперимент Это очень удачный эксперимент Да Так ну и мы заходим на ЦП Заходим на ЦП И это Просторчик Ну не самая наверное удачная карта Для моей рельсы Чтобы я ловил Оппонента в одной точке Но попробуем сыграть сейчас от вражеского респауна И если получится закрепиться на какой то позиции То будет супер Также не забывайте что когда вы прожимаете овердрайв То вы не чувствуете резист от вашей пушки Да единственное что вы будете чувствовать Это броненосца и защитника Защитника сейчас занерфили и его по сути незачем использовать Соответственно единственное чего вы можете бояться Это броненосца Больше ничего Вас по сути контрить не сможет Ну и резист как я уже сказал Вообще Вообще пофиг на резист этой рельсы Просто пофиг Вы без крита будете наносить Всегда маленький урон А с критом вы будете наносить просто Не чувствуя рез Соответственно Имба против резистов Ну и вообще в целом Ладно пока что не имба Пока что не имба Потому что надо давать килы Пока что килов маловато И говорить что это какая-то супер темочка Я пока что не могу Для начала надо что-то что-то накидывать Три килла у меня есть Не удается закрепиться на какой-то позиции определенной Довольно быстро ухожу на рез Сейчас попробуем снять хорька Отлично сливаем Давайте может попробуем через туннель проехать Посмотрим заодно что там есть вообще Есть там какой-нибудь противник Не забываем что у нас катки 15-минутные Да здесь мины были Ой-ой-ой-ой Ничего себе Кто там минит столько Кто столько минит Так это вторая подряд с критом Ооо понял Хорошо поездил по туннелю Ну в принципе Разведал туннель Вроде как все хорошо в нем Можно и через верх поиграть Можно и через верх поиграть При том что у меня 90% овердрайва Был бы неплохо сейчас где-нибудь оказаться на вражеском респе И ребят если кто-то из вас уже играл и играет сейчас с этим устройством Напишите пожалуйста сколько у вас подряд максимальное количество было рельс с критом Мне кажется что здесь где-то даже может до пяти доходить спокойно Вот сейчас у меня две подряд Две подряд с критом Закатываем Только не прожимай пожалуйста Я понял Это я по таймингу Минус халл Хорошо Три подряд Перезарядка у этой кстати рельсы 4 подряд Перезарядка у этой рельсы Ну довольно такая дефолтная Да я бы не сказал что здесь что-то необычное с перезарядкой Очередной крит наносим И очередной крит наносим Это уже 10 кило И сейчас было бы неплохо вообще овердрайв где-то прожимать уже Уже где-то прожимать овердрайв Потому что я очень много теряю времени Пустую не прожимая овер Хотя бы хоть что-то такое Хоть 3 кило Это уже неплохо Как я говорил раньше на викинге Главное прожимать хоть какие-то овердрайвы Главное чтобы вы не оставались Без прожатого овера Долгий период времени И у вас просто эта сотка висела Дайте хоть 2 хоть 3 кило Но прожмите быстро этот овер Чтобы у вас он копился Нежели вы просто будете его держать И потом так же прожмете И там сольете Но максимум на один танк Больше да В этом нет никакой выгоды И никакого смысла Тафт который занерфили Он здесь играет против Говорят нагибает Так у меня какая-то череда Выстрелов без крита Еще один выстрел без крита А где мои критические рельсы? А где мои критические рельсы? Нифига себе И такое бывает Это вот 50% шанс То есть это получается 50 на 50 И столько без крита Рельс подряд Он лучка Он лучка Он лучка Не повезло Ну ладно Хорошо Окей Как скажете Как скажете Мы едем Уничтожать Первый килл есть Второй килл есть Давай сюда третий Не успел Сназкилов у меня уже Хороший результат Давайте попробуем Сейчас кого знаю Может даже выйдать Ай Блин не залетел Почему-то А ну это же матчмейкинг Я забыл Здесь же всегда у нас Да даже Не то что в матчмейкинге Просто у нас Рельса не работает нормально Правильно Так как она должна работать Попробуем здесь По викингу дать Отлично Рельс пьем его Еще одного Нет К сожалению Не попал Да не забывайте Что здесь надо еще Как-то Что-то Что-то на рельсе давать Все-таки Пушка Нагибушка 19 киллов А я только не заметил Я в нулевую катку пикался Или в начатую 19 киллов У двух ребят Еще тоже Примерно Такое же количество Киллов Сколько у меня Но ладно Тиммейты мешают мне Я вот не знаю Где мне здесь заехать К ним на базу Я бы очень сильно Хотел бы нанести Большое количество Дэмэджа С овера Но Я даже не знаю Откуда заезжать лучше Где вот мне лучше Встать всего 2700 С рельсы дает Отлично Вот так наверное Разжму Попробую Рисково Да Рисково было Можно было там конечно Побольше дать Но Не повезло Так у нас будет еще Как минимум Наверное один овердрайв Хотя нет Здесь досрочкой попахивает Быстрой досрочкой Если здесь будет досрочкой То я думаю Что мы сыграем еще одну катку Потому что по этим боям Но я могу сказать Что она крутая Эта рельса Но я не могу сказать Что она супер имбовая Она не супер имбовая Да То есть Она дает Очень хороший дэмэдж Очень жестко Контрит любой резист Потому что резист Ну По факту Не чувствует вообще То есть Броненосец Это ну Не резист Это уже дополнительный Буст Да А без него Вот что происходит Вот что происходит Без него Без него просто залетают Жесткие ваншоты И вот эти вот Красные выстрелы 25 киллов Скорее всего Я заходил В начатый бой Ну мы пикаем Еще одну И это будет у нас Уже полностью Контрольный бой В котором мы Сможем Полноценно Оценить Ну мне нравится Нравится При том что я не Фанат дестабилизации Но Такое количество Критов Это что-то с чем-то Так Ну и нас запикивает 6 на 6 6 на 6 6 на 6 Это ну не самый лучший Режим для Теста рельсы Но мы попробуем Мы попробуем Сделать максимум Посмотрим Что из этого выйдет Первая рельса Без крита Сразу даем вторую Вторая с критом 4 тысячи Залетает Викинга Магнум Там Сэйвится Третья рельса Тоже с критом Четвертая Четвертая тоже с критом Три подряд У нас с критом Еще одна Четвертая с критом Подряд И здесь я к сожалению Промахиваюсь 4 подряд крита Неплохо 5 подряд критов 5 подряд критов Друзья мои хорошие 5 подряд критов По 4 тысячи За рельсу Без диска Это очень больно 6 подряд критов будет 6 подряд критов есть 7 подряд критов Нет 7 подряд критов нет 6 подряд критов Это жестко Теперь 2 2 рельсы без крита три риса без крита короче это рулет чисто рулетка здесь крит дальше вторая уже без крита но у меня 6 подряд то есть подряд это очень жестко вот вам настоящая рулетка танков онлайн это у нас там видеоблоге про какие-то рулетки рассказывали вот вам рулетка это чистая рулетка повезет не повезет 61 по счету будет ли крит есть крит еще раз нет не крит прожимаем over не будем терять времени но противник закрывается называется не хотел тратить время впустую по итогу противник закрылся я не смог накидать по нему ладно хорошо будет мне уроком этот овердрайв на будущее то тип может просто закрыться не успел в пиксу дать очень красиво могло залететь хоре страйкер против но хоре страйкер это ваншот как бы он не хотел он всегда ваншот если даже у нее есть рез нет реза это ваншот любой танк легкий любой танк легкий это ваншот вы понимаете вы просто понимаете что любой легкий танк который попадает под критическую рису это ваншот не то но либо вот минус мой танк тоже неплохая тема два подряд без крита есть прострел на века рельсу лично 2000 выдаем еще 2000 выдаем мне еще дополнительного крита добавляет тиммейт я уж точно наверняка дал с критом хорошо залетела но это походу у нас тоже на досрочку что-то это похоже на досрочку будет в этом бою сотик накинул сразу следующий крит у меня бустера сейчас не работает а представляете ну насколько больше еще этот рельса будет наносить урона если у вас будет если у вас будет как он называется кризис кризис если у вас будет кризис на сколько больше вы еще урона будете наносить это жестко я думаю что и со скаутом это рельса будет очень хорошо себя показывать потому что там будет повышенный шанс такого же самого крита и вы будете давать намного быстрее рельсы но понят дело что там меньше урок но зато он стабильный до стабильные 2000 например будет залетать у вас это очень тоже неплохой результат стабильные 2000 тут у меня 4 подряд до 4 подряд по четырем всем танкам залетела скритом зато 5 без крита 6 тоже без крита короче я понял если большое количество критов идет подряд то потом идет рельса уже без крита до 2 под может быть даже 3 может быть без крита потом залетает окей хорошая тема об крит сюда чел не понимают он уже спрашивает у меня 5 на английском что за аль перейшн что за устройство у меня на пушку но к сожалению я ему не отвечу потому что он может сам посмотреть у штаб открыто он может правильно зачем ему просто говорите все может а подкрыть ладно раньше там было потяжелее все это дело рассмотреть сейчас это все просто если ты не тут который не умеет нажимать на таб так хорошо надо чтоб магнум по себе дал он не дает и сквозной вот причем проблема этой рельсы да и вообще рис и в целом сквозной не проходит очень часто не проходит сквозной я не знаю почему не знаю почему это нельзя пофиксить но очень часто нет сквозных рельс и меня порой это очень жутко бесит ну ты даешь чистейшую сквозной она не залетает это но не справедливо вообще никак вообще не справедливо никах отлично сливая мамонта где-то скилов у меня друзья за чуть больше пяти минут для редки но не сказать что великолепный результат но неплохой да и в очередной раз я подчеркну то что ваншоты по легким танкам это очень жесткий буст очень жесткий буст и может быть даже стоит попробовать поиграть с условным тем же диктатором либо поиграть например с харьком мне кажется что с этими устройствами можно тоже будет показать очень хороший результат очень хороший но это надо тестить я такого пока что еще не тестировал не смотрел поэтому поделиться вместе с вами не могу ну потому что викинг это такой овердрайв который но на таких картах от него смысла мало очень мало то есть это 6 на 6 и здесь увер драйв диктатора или overdrive харька будет приносить намного больше пользы но скорее больше даже диктатора чем харька парик тоже как бы такой не сказать что жесткий а вот диктатора в виде саппорта виде дополнительных критических рейс в определенный тайминг когда вам это будет удобно это очень хороший буст но здесь это на викинге видите он не работает так я хотел бы то есть тяжело поймать тайминг чтобы реализовать грамотно викинга поэтому вы можете попробовать на том же диктаторе диктатор вообще сейчас очень метовый корпус и нет никаких проблем его реализовать в нашей игре так но а наша задача наша задача на этот бой давайте будет такой чтобы мы постарались не проиграть эту карту желательно ее выиграть даже может даже досрочно чтобы выиграть и досрочно тут запотевают час мне 25 киллов 25 киллов для полноценного матчмейкингового боя 7 минутки средний результат средний средний то есть это как бы возрождение рельсы сто процентов да потому что у нас сейчас последнее время риса вышла вообще из меты и на ней никто практически не играет до слова совсем в матчмейкинге и это обновление воскресает нашу рельсу начинает давать шанс рельсоводом вернуться в матчмейкинге на этой пушке ну и открывает новые вариативности новые устройства и новые возможности реализации этой пушки в матчмейкинге как то так как то так овердайв конечно максимально печальный я чуть заговорился не посадил сколько у меня был хп было очень мало для прожатия такого овердрайва пробуем дать по мамонту 2000 залетает хороший урон пантера не сливаем пантер видите взял тоже резист но он не понимает например что его резист никак не спасет вообще никак то есть как бы он не хотел чтобы его спас резист он его не не спасет так же самый хорек играю с резистом от рис и он тоже думает что у него будет какой-то протект от моей рельсы но нет защиты нет нет смысла даже использовать ее никакого потому что крит не держит рез ну и соответственно по тем танкам которые дашки не прожимают тоже залетают ланшот ланшот очень хороший жесткий плотненький еще и критов сколько подряд вылетает а это я так понимаю с минами на магнум с минами миномётик покушать и минометы ох уж эти минометы они уже тоже вышли из мета если честно пять минут до конца пробуем пробуем докатать эту катку в свою пользу надеюсь что сейчас все получится можно прожимать будет час овердрайв главное под хантера не попасть а я понял хотел прожать но уже было чуть поздно ну ладно сливаем его я чуть попозже прожмем зато там овер на центре падает диктатор не раздал это хорошо понял карельса обе корик верни сзади сразу овер тоже прожил ну и процент мы опять улетел поэтому пробуйте ребят пробуйте другие корпуса пробуйте другие корпуса я уверен что найдутся те ребята которые сумеют реализовать очень жестко эту рельсу ну и комментариях этому видосу жду чтобы вы поделились своими результатами с этой замечательной пушкой моя задача лишь вам показать а вы уже вы уже как профессионалы этой игры должны показывать мне как и сколько можно на ней дать я уверен что найдутся те ребята которые за 7 минутную матчмейкинговую катку смогут на такой рельсе давать и по 40 и по 45 и может даже по 50 килов так будет ли у нас да будет победа шикарно супер даем 40 килов но не такое большое количество да да не такое большое но нужно тоже понимать что это 6 на 6 прикольно прикольно я рад тому что рельса возвращается я думаю что если у вас есть желание и вы хотите увидеть еще устройство с рисой да просто ну полноценно всю рельсу об 0 да и мы можем сейчас и скаут затестить эту же крупнокалиберку и адреналины и прострелы и новые устройства с ими снарядами туда с поджогами мы все это можем тестануть но для всего этого друзья конечно же нужно поддержать данный видос лайк оформить подписочку на канал если она у вас еще не подписан не оформлен ну и нажать на колокольчик даже все просто есть активность хорошая есть в комментариях сразу пишите нам нужен еще один хороший обзорчик рисует каким-то может определенным устройством которые у вас уже в глазе в голове есть пишите все это дело прочитаю на комментарии даже чё-то чё-то чуть-почуть отвечаю поэтому как то так прикольно 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 надеюсь что ее не понерфит через неделю как это было у нас с продувами можно будет найти какие-то еще интересные комбинации вам их показать в дальнейшем у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока